так ну что поговорим о гидрофильных маслах ребят всем привет добро пожаловать на канал иринка мискик меня зовут ирина и я очень рада вас видеть у себя на канале сегодня настал тот день когда я созрела снять видео о гидрофильных маслах о первом этапе очищения оди макияжа и если вам интересно такого рода видео конечно же продолжается смотреть данный видеоролик да конечно же минутка сама рекламы не забывайте подписаться на мой инстаграм мискик 99,70 я рада вас всегда видеть в числе своих друзей и да не забывайте конечно оставлять лайки и комментарии не забывайте подписаться на мой блог на мой канал здесь чтобы не пропустить свежие новые ролики ну и конечно не скупитесь на лайки и комментарии мне это будет очень-очень приятно а если вы подписаны и вам не приходит уведомления кликайте на колокольчик и вы всегда будете в курсе событий того, что происходит у меня на канале. Итак, сегодня в этом видеоролике я хочу с вами более конкретно, более подробно разобрать первый этап очищения кожи, это демакияж. Очищение кожи с помощью масел, очищение кожи с помощью, как вы сейчас понимаете, уже гидрофильных масел. Я хочу как можно больше углубиться в эту тему. И даже вспоминая свое детство, могу сказать то, что моя мама тоже пользовалась маслами. Но это были не гидрофильные масла, это были масла, которые просто пищевые масла. Я помню, когда у меня мама исследовала макияж глаз, это вот наносить вот эту вот ленинградскую тушь, которую помните. Вот да, если ваша мама пользовалась ленинградской тушью, ставьте лайк и комментарий. Давайте посмотрим, сколько нас таких детей, которые помнят, что наши мамы пользовались этой знаменитой ленинградской тушью, когда им это нужно было плюнуть, прежде чем накрасить ресницы. Слава богу, что у нас это все миновало. Ну так вот, у меня мама всегда смывала эту тушь, она брала обычное растительное масло, как сейчас помню, это было даже нерафинированное масло, которое продавалось, как сейчас помню, она покупала где-то на рынке, на разлив, и она просто брала на вату, это все наносила, так скажем, смачивала, наносила на свои ресницы, естественно, смывала это все с глаз, потом умывалась, наверное, скорее всего, каким-нибудь детским мылом. И у меня мама вообще не пользовалась ни пудрами, ни тонами, она этой просто, ну, не получается у нее этим пользоваться, и, наверное, благодаря этому состоянию кожи моей мамы очень даже неплохое было на протяжении всего времени, да и сейчас оно у нее очень даже неплохое. И у моей мамы вообще, знаете, есть свои секреты красоты, эти, вы знаете, вот из ларца, я так называю, это такие народные рецепты, которыми она пользуется до сегодняшнего дня, и если вам интересно, конечно же, я у нее попытаюсь выудить эти рецепты, поделиться с вами, если вам это интересно, конечно же, дайте знать в комментариях. Ну, так вот, возвращаясь к нашей теме гидрофильных масел, откуда же все же появилось гидрофильное масло? И, наверное, вы мне сейчас скажете, Ирина, ну, конечно же, от азиаток, но откуда оно к нам еще пришло? Оно пришло оттуда, потому что, ну, наверное, на протяжении уже, ну, вот я свой канал веду четвертый год, и до этого еще сколько было, да, вот эти вот бальзамы, гидрофильные масла, это было все именно на азиатском ютубе, там женщина, 10, 12, 20 ступеней ухода, первые из которых это гидрофильные масла и бальзамы, и мы многие, да и я до последнего времени думала, что гидрофильное масло это разработка именно азиатских ученых, азиаток, именно им мы должны быть благодарны. Но я сейчас, наверное, вас немножечко удивлю. Первое гидрофильное масло было придумано немецким косметологом, я себе даже записала его фамилию, его называют, его зовут Михель Бабер, и это гидрофильное масло было придумано в 1955 году. Это была аптечная косметика, и уже потом, спустя несколько лет, такой известный визажист как Шоя Мура, он решил сделать его то же самое, как бы разработать, но сделал именно упор на демакияжные свойства. И вот именно с того момента как-то он, может быть, себя более распиарил, более рекламы сделал, может быть, запустил намного больше, как-то сделал более акцент. Мы оттуда и видим то, что в основном все считают то, что гидрофильные масла бывают именно азиатские, именно оттуда они пришли. Но, как вы понимаете, это был именно немецкий косметолог, который это придумал. Он разработал вот эту технологию масла, которая превращается в молочко для очищения кожи. Ну так вот, возвращаясь именно к гидрофильным маслам, которые сегодня есть у меня. Сегодня у меня 4 гидрофильных масла, 2 из которых это у меня чистые корейцы, я вам могу сказать. По-моему, да, вот одно Япония, Корея, здесь у меня представлено и 2 российских гидрофильных масла. Мне очень приятно на самом деле пробовать российскую косметику. И когда ты пробуешь российские бренды, ты как-то знаешь, как вот поддерживаешь российского производителя, хочется о них говорить, рассказывать, потому что очень много у нас приходит на российский рынок импорта какого-либо, а внутренний экспорт мы как-то особо не используем, мы как-то, знаете, все время отходим. Но мне крайне приятно и очень здорово то, что мне в руки попалось 2 гидрофильных масла. Первое гидрофильное масло от бренда Тиана, и второе гидрофильное масло от бренда уже, наверное, полностью инстаграмный бренд, это бренд Риша, потому что весь инстаграм, он просто весь в Риша, куда ни плюнь, все девчонки просто с этими банками. Я не исключение оказалась, у меня тоже была пиар-рассылка, и это очень здорово, то, что у меня получилось познакомиться с продукцией. Начну, наверное, с того, что составы гидрофильных масел здесь абсолютно разные. И я до последнего времени, наверное, год до 2 назад, я только стала более внимательно, еще более внимательно вчитываться в составы, стала более внимательно разбираться, что, зачем, куда и для чего, и поэтому у меня сегодня будет такая своеобразная иерархия гидрофильных масел, как я могу их по возрастающей назвать, какое мне более нравится, либо, наверное, нет. По составу, что я здесь вижу, как я бы их расставила, какое мне по составу больше нравится. Начну, наверное, с самого тоже распиаренного гидрофильного масла, которое я попробовала. И на самом деле, кстати, у меня на каждое гидрофильное масло есть отдельные обзоры, минутные обзоры с составами. Более подробно я рассказываю, опять же, в своем инстаграм. Если здесь я что-то для вас мало рассказала, заглядывайте ко мне в инстаграм. Я думаю, то, что вы там полноценно услышите о каждом продукте индивидуально. Начну первое, так скажем, это даже не гидрофильное масло, это гидрофильная сыворотка от бренда Biore. Я ее очень хотела попробовать, потому что в тот момент, когда я пришла на YouTube, когда я стала снимать, когда я сняла свой первый ролик в ноябре месяце 2015 года, я до этого, естественно, его смотрела, и практически каждый себя любящий бьюти-блогер, девушка, которая вещает по ту сторону экрана о косметике, они все вот тыкали в монитор и говорили, что Biore очень крутая вещь, там после нее вообще ничего не нужно пробовать, это вообще классная вещь, и умыться можно, и можно после нее не использовать никаких средств для увлажнения кожи, потому что хорошо очищает, увлажняет кожу. Я прям очень-очень хотела его попробовать, но у меня все никак не получалось скопить и отложить денежку для того, чтобы купить себе этот продукт, потому что на тот момент, когда я стала снимать именно видеообзоры, я была как раз только недавно родила ребеночка своего сына, ему было около двух лет, да, точнее ему исполнилось только два годика, и как бы было не до гидрофильного масла. И вот в прошлом году я попробовала гидрофильное масло от бренда Biore, и что могу о нем сказать? Оно действительно очень хорошо растворяет макияж, оно действительно очень мягко, очень быстро, и им очень удобно работать, и помпа здесь очень удобная, и вот эта вот заглушка, которую я никуда не деваю и брала с собой в путешествие, когда я ездила к родственникам в Курган, очень-все здорово, очень классно, даже в холодной воде я им очищала лицо, в принципе, все замечательно, все здорово. Но в этом гидрофильном масле присутствует минеральное масло, это нефтепродукт, который, в принципе, остается пленкой на вашей коже, поэтому после него я всегда очищаю свое лицо вторым этапом очищения пенкой, либо гелем для умывания, и о втором этапе очищения, конечно же, сниму отдельное видео, если вам интересно, тоже поделюсь с вами своим мнением о продукции, которая у меня есть. Но само гидрофильное масло, оно действительно замечательно очищает, но состав у него на четвертом месте, потому что здесь присутствует минеральное масло, и причем, знаете, минеральное масло, оно у нас идет, по-моему, даже уже четвертым. На первом идет в составе вода, глицерин, бетиленгликоль, ПЭК-12 и минеральное масло. Это получается у нас раз, два, три, четыре на пятом месте, и да, я им пользуюсь, оно у меня есть, и я его буду еще себе покупать, потому что оно, кстати, очень хорошо растворяет макияж глаз. Не каждое гидрофильное масло может растворить макияж глаз. Гидрофильные масла, они, в принципе, предназначены для того, чтобы очищать ваше лицо от биби-кремов, от стойких каких-то тональных основ, очищать вашу кожу и раскрывать ваши вот эти вот сальные пробки, хорошо растворять. Но ни одно гидрофильное масло, по большому счету, не заявляет себя как очищение макияжа с глаз. То есть, в основном, даже кореянки используют какие-то другие средства для очищения с глаз, потому что они очень трепетно относятся к этой зоне, они, в принципе, очень трепетно относятся к своему лицу, поэтому у них для лица идут гидрофильные масла, либо бальзамы, а для глаз идут уже другие средства. Но вот это средство от Биоре, им можно, в принципе, легко смывать даже макияж с глаз, и, собственно говоря, никакой травмы не будет, но не забывайте, что после него нужно обязательно дальше очищать вашу кожу каким-то средством. На второй ступени, как ни странно, у меня попал российский бренд, это Рише, косметика Рише, это гидрофильное масло, у нас идет мультиэффективный уход за жирной и проблемной кожей, демакияж, очищение и сужение пор. У него неплохой состав, на самом деле неплохой, но есть достаточно скользкие такие составы, здесь нет минерального масла, и, кстати, особенность данного гидрофильного масла, вот оно у меня с ноября месяца, у него скоро, кстати, уже закончится срок годности, у него срок годности всего 6 месяцев после вскрытия, у этого гидрофильного масла, кстати, совершенно нет срока годности, оно получается 3 года со дня изготовления, просто написано производителем, здесь же, получается, производитель заявил то, что гидрофильное масло срок годности у него 6 месяцев после вскрытия, я его открыла в начале декабря, то есть спокойно я могу им до мая месяца пользоваться данным гидрофильным маслом, У него средний расход идет, вот опять начала скакать, давайте скажу расход об этом гидрофильном масле, расход у гидрофильного масла Биаре он идет средний, это все зависит от того, сколько вы выдавите на помпу, но в принципе мне одного нажатия хватает для того, чтобы очистить свое лицо, если мне нужно быстро-быстро растворить макияж с глаз, с лица, одной помпы, ну полторы помпы мне хватает вот под за глаза. У этого гидрофильного масла мне нужно нажать два, и то иногда даже побольше бывает для того, чтобы разместить, ну да, наверное два, два нажатия гидрофильного масла от бренда Рише, оно достаточно густое, сейчас оно вот стало чуть-чуть теплее в квартире, видать, оно стало расслаиваться, либо не знаю почему, но оно расслаивается, покажу ближе на видео. Оно расслаивается, ну так вот, когда мы это гидрофильное масло выдавливаем на руки, оно достаточно густое, оно как бальзам, его нужно немножечко подтопить в руках и растворять макияж. На лице растворять макияж достаточно неплохо, очень быстро, относительно, так скажем, нужно полторы минутки потереть, здесь знаете, меньше минуты 30 секунд, здесь нужно полторы минутки как-то потереть по лицу, может быть минутку. Ну, макияж глаз, он смывает со второго раза, могу вам сказать, это гидрофильное масло, то есть он уже посложней, но по большому счету гидрофильное масло, еще раз повторюсь, его используют именно на лицо, именно демакияж лица, очень даже неплохо справляется, у него очень приятная, приятная душка, мне очень понравилось. Но состав, еще раз говорю, у него достаточно скользкий, потому что здесь некоторые ингредиенты, они, знаете, так завуалированы, завуалированы, но такой, я его вот ставлю на третье место для меня, это вот продукт, который, я не скажу, что он плохой, но не могу сказать, что это, вы знаете, вот что-то вау, бегите, покупайте. Ну, вот такой, знаете, неплохой продукт, если захотите попробовать, думаю, вы не разочаруетесь, но вау-эффекты от него не ждите. Очищение именно как растворение каких-то сальных пробок, и с ним, может быть, стало меньше черных точек, я это не заметила. Но в целом неплохой, как-то, знаете, вот такое о нем мнение сложилось. И следующие два гидрофильных масла, это чистая Корея и чисто российский бренд. Начну я, наверное, с того продукта, что они у меня вот рядышком прям стоят, первое, второе место, они у меня вот так рядышком стоят. Вы как поняли, да, это уже бренд Юник и от бренда Тиана. Начну, наверное, я с бренда Юник. Он мне пришел, попал в руки в декабре месяце, это корейский бренд. Он идет у нас для любого типа кожи. И здесь производитель заявляет о том, что им, в принципе, можно растворять макияж с глаз, очищать ваше лицо. И, естественно, просто умываться данным гидрофильным маслом, даже не используя, если у вас не было сегодня макияжа на лице. В принципе, сколько я им пользуюсь, и смотря его состав, у него очень хороший состав. У него одни масла, масло на масле, маслом погоняет просто. Знаете, у меня есть на него подробный обзор по составу, если интересно, заглядывайте, конечно же, ко мне в Инстаграм. У него невероятно удобная помпа-дозатор, у него есть такая вот заглушка, тоже удобная при путешествиях, если у вас есть маленькие дети. То есть ваш ребенок не залезет, и вот эту штуку очень сложно снять, к примеру. Легко распределяется по лицу, нужно буквально два нажатия. Но здесь единственное, что этим гидрофильным маслом нужно его наносить по лицу где-то 2-3 минуты, для того, чтобы оно полностью растворило все, что есть у вас, какие-то сальные загрязнения на вашем лице. То есть такое вот оно, но оно мне нравится, мне нравится, как оно очищает кожу, мне нравится, как кожа себя чувствует после этого гидрофильного масла, нет никакой жирной пленки. Вот, к примеру, после масла от бренда Рише остается жирная пленка, и даже сам производитель говорит, что после этого гидрофильного масла обязательно-обязательно нужно дальше как-то очищать для того, чтобы убрать эту жирность. То есть эта жирность, даже в тот момент, когда гидрофильное масло превращается в молочко, эта жирность никуда не девается. С этим же товарищем такого нет, этого жирности это и нет, оно очень хорошо очищает, прям буквально до скрипа вашу кожу, но нет пересушенности. И в принципе для моей чувствительной кожи, склонной к образованию подкожников, данное масло подошло просто великолепно. Я им даже просто, как первый этап очищения, просто очищаю свое лицо, перед тем, как пользоваться пенками, гелями, всем, чем я пользуюсь. Я просто могу в конце дня умыться, мне очень нравится эффект на коже после этого масла. Если у вас проблемная кожа, рекомендую присмотреться вот к этому маслу от бренда Юник Календула. Очень достойное, хорошее масло, растворяет макияж просто на ура. И одно из моих любимых, оно мое любимое, как вы поняли, вот эти вот просто по составу невероятно очень крутые, масло от бренда Тиана, извините, заговариваюсь. Знаете, когда оно мне пришло, я открыла это масло, я в него влюбилась лишь только потому, что оно настолько эстетически приятное. То есть вот здесь все абсолютно упаковки, они идут пластиковые. Понятые японцы, корейцы, они всегда предоставляют свою продукцию, в основном она у них идет в пластике. Я так предполагаю, что возможно они пытаются как-то, может быть у них есть вторсырье, когда они это все делают, чтобы была переработка. Поэтому в пластике это очень даже удобно. У бренда Ришет тоже идет пластик, но он такая своеобразная упаковка, тоже, кстати, неплохая. Но Тиана, они меня просто эстетически покорили. Во-первых, это идет красивая такая яркая упаковка, здесь тоже, конечно же, были коробочки, но я это масло держу в коробочке. Не знаю почему, я им пока сейчас не пользую, я его отложила для того, чтобы просто пользоваться этим, добить что-то одно здесь, а потом этим. Да мне, если честно, мне даже жалко им пользоваться, потому что оно мне настолько нравится, оно мне настолько приятно, поэтому я его прям экономлю. Но зная себя, нужно пользоваться, потому что я уже не первый раз, когда экономлю, экономлю, просто потом продукт выбрасываю. Ну так вот, возвращаясь к этому маслу. Во-первых, очень классная упаковка, это ярко, это, знаете, просто шедеврально. Ну а тут баночка, ребят, ну вы посмотрите. Ну это просто неимоверная красота. Если вы эстет, если вы любите стеклянные банки, если вы любите хорошие натуральные составы, гидрофильное масло от бренда Тиана, я думаю, вам очень сильно понравится. Потому что здесь и эстетическое, и тектильное удовольствие, и эффект после использования косметики здесь три в одном. И единственный минус у этого гидрофильного масла, то что у него нет помподозатора, и здесь просто такая, знаете, крышечка, и вам нужно выливать это все в ладошку. Но здесь есть достаточно неплохая заглушка, что вы просто не переливите продукт. А душка у этого гидрофильного масла специфическая, такая своеобразная, пахнет натуральностью, и состав у данного гидрофильного масла просто нереальный. Тут тоже идут одни витамины, масла, и тут даже присутствует мой ненавистный витамин Е и витамин А, по-моему, здесь присутствует, сейчас уже даже не вспомню. Но это масло не вызывает у меня подкожников, это масло не вызывает у меня никакого раздражения. К тому же это масло отлично растворяет макияж как с глаз, так с лица. Вы наносите, все в ладошках, и пошли, и буквально две минутки, и у вас макияж с лица уплыл. Так что состав вот у гидрофильного масла, именно Тиана у гидрофильного масла, Юник, очень классный. Здесь, несмотря на то, что, к примеру, возьмем, ну хорошо, российский бренд, у нас в принципе в основном очень мало химии добавляют в косметику. Если есть, то я ее просто не беру, но в бренде Тиана, вот в этой вот, в этом гидрофильном масле практически нет никаких химических таких составов. Единственное, наверное, это вот эмульгаторы, которые, консерваторы, консерванты, которые просто сохраняют гидрофильное масло, чтобы оно не испортилось, потому что очень много составляющих. Я очень сильно удивилась, когда вот это гидрофильное масло от Юник стала разбирать, тут тоже только консерванты для того, чтобы не испортился продукт. Хотя Кореи, они очень любят мешать различные средства, которые помимо натуральных продуктов, они еще много химии вкладывают здесь. Этого нет, я была поражена. То есть, если вы ищете гидрофильное масло с классными составами, присмотритесь к бренду Тиана и присмотритесь к бренду Юник. Отличные средства, которые я вам смело могу порекомендовать именно по составу, по действию на вашу кожу. Если вы к этому относитесь очень ровно и вам не хочется как-то запариваться, что-то искать, в принципе могу посоветовать Биорэп, потому что тоже вот так снимает, у него тоже много поклонниц, неплохое масло. Ну и бренд от бренда Риши, точнее гидрофильное масло от бренда Риши тоже очень даже неплохое. Но вот эти вот два средства, которые у меня сейчас перед вами, я, наверное, вот гидрофильное масло от бренда Риши больше повторять не буду. Все остальные, естественно, продублирую. Как же пользоваться гидрофильным маслом, как же пользоваться этими продуктами, потому что я вам все время говорю, две минуты помассажировал и смыл. Если вы не пользовались гидрофильными маслами, я вас сейчас немножечко проинструктирую. Абсолютно все эти четыре гидрофильных масла наносятся на ваш макияж, на сухую кожу. Вот вы зашли в ванную комнату, вот на вот такой вот мейкап, который у меня даже сейчас на лице, просто наношу это гидрофильное масло поверх, начинаю распределять это все аккуратно массажными движениями по лицу, уже выжидаю нужное время от минуты до двух-трех минут, и потом просто умываюсь теплой водой. И в тот момент, когда даже вы можете просто после того, когда помассажировали это все по лицу, свои ладошки смочить водой, и руки, когда будут мокрые, влажные, вы просто этими же влажными руками проходите по лицу, и вы увидите, как это масло превращается в молочко, в белое такое молочко, которое вы увидите, собственно говоря, это растворение макияжа. Это магия, это на самом деле очень интересно, и первое время я просто от этого кайфовала, когда масло превращалось в молочко, а потом просто в дальнейшем начинаете, дальнейшие этапы очищения свои делаете, умываетесь, и наносите тоники, эмульсии, масла, что вы там дальше делаете со своим лицом, очень просто. Гидрофильное масло нельзя сравнивать с мицеллярной водой, потому что это абсолютно разные этапы, это абсолютно разные продукты. Гидрофильное масло, по мне, оно намного лучше очищает, чем мицеллярная вода. И еще плюсы гидрофильного масла в том, что оно подходит, во-первых, абсолютно для любого типа кожи, как для самой жирной, так и для самой сухой, вы вреда не сделаете. Во-вторых, это гидрофильное масло, можно пользоваться абсолютно тем, что я вам показала, и может пользоваться, как девочка в 16 лет, которая начинает пользоваться косметикой, также этими маслами может пользоваться взрослая женщина, которая, к примеру, за 50. Вреда не будет, и ничего, ни одной из, так скажем, особи женского пола никакого вреда не нанесет. Нет абсолютно никакого возрастного ценза. Намного проще проходит этап очищения демакияжа. Но единственное, что не каждое гидрофильное масло растворяет макияж с глаз. Но и не нужно забывать то, что именно очищение нашей кожи от макияжа, даже просто лица, это очень важный этап очищения, потому что не всегда гели для умывания, не всегда пенки для умывания, они очень хорошо растворяют макияж с лица. И вы, наверное, замечали, да-да, вспоминай, когда ты умылась, снимала макияж пенкой для умывания и проходила тоником, и ты видела, сколько у тебя еще осталось тона на лице, либо же пудры, ты это все видела и говорила, ай-яй-яй, плохо умылась. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы этого было, бери в арсенал гидрофильные масла. И поверь мне, раньше я пользовалась всегда мицеллярной водой, и мне казалось то, что мицеллярная вода отлично очищает. Но когда я стала пользоваться именно гидрофильными маслами, я поняла, что гидрофильное масло, оно намного лучше и качественнее работает на нашей коже. Ну вот, вроде бы все рассказала, что мне было, все, что я знала, по-моему, все рассказала, если ничего не забыла. Если что-то забыла, конечно же, спрашивайте, пишите в комментариях. Если вы какими-то пользовались гидрофильными маслами, напишите свое мнение, какие вам понравились, какое у вас сложилось мнение, мне тоже интересно узнать. И, конечно же, не забывайте, что мы все абсолютно индивидуальны, реакция кожи на каждый косметический продукт абсолютно индивидуальны. Я с вами поделилась лишь своим мнением, своей, так скажем, четверкой, все, что у меня сейчас есть из гидрофильных масел, как они работали на моей чувствительной коже, склонной к высыпаниям. Поэтому как-то вот так. Если вам понравилось данное видео, не забудьте, конечно же, поддержать меня пальчиком вверх, оставлять комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. Не забывайте подписаться, конечно же, на мой инстаграм, мискик 9970, там я тоже всегда буду рада вас видеть. А я вас всех люблю, целую, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина, всем пока-пока.